Девушки отдыхают... 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 присутствием. Ну что, до сих пор из шкуры вон лезете, чтобы впечатлить папочку? Судя по следам, татуированный человек теперь ходит с малым ребенком. Куда они держат путь? Ну, а мне-то по чем знать? Ты же все-таки умнейший из живущих. И умнейший из умерших тоже. Ты поможешь мне, а я тебе. Скажи, где они, и я поговорю с Одином. Твой отец не освободился? От меня, Бальдер, и не даст тебе меня убить. Тебе нечего предложить мне, так что бери свои вопросы, свои угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай. Мы еще вернемся, и выбьем тебе второй глаз. Не забывай, мы повсюду. Так и будет, правда? Да заткнитесь. Идем. 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 А, ну вот и вы, легки на помине. Татуированный человек и малый ребенок. Пройди за ними следом, убедись, что ушли. Да мы же видели. Делай, что сказано. Он не знает, кто ты. И меня это устраивает. А ты кто? Я величайший посредник для богов, великанов и всех созданий девяти миров. Здесь я знаю каждый уголок, говорю на всех языках, знаю про все войны и все сделки. Мое имя Мимир. Я умнейший из людей и могу ответить на все твои вопросы. Зачем мы нужны сыну Одина? Ну ладно, в моих знаниях бывают пробелы. Один заточил меня здесь уже сто девять зим назад. Я умный малый. Я догадаюсь. Обещаю, ты дай мне время. Да ушли они, ушли. Как я и говорил. Мать мальчика умерла. Она хотела... Чтобы мы развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров. О, братишка, так тебе нужно совсем не сюда. Самая высокая вершина-то не в Мидгарде, а в Йоттенхейме. В стране великанов. Нет! Не может этого быть. Взгляните. Это самый последний известный мост в Йоттенхейме. Видите гору, похожую на огромные пальцы царапающие небо? Вот самая высокая вершина. Не это. Может, пойдем по мосту? У нас есть Беврёст. Когда великаны разрушили все мосты в свою страну, этот они закрыли тайной руной. И знать эту руну может только великан. Но все они очень давно покинули Мидгар. Верно. Но сегодня ветра судьбы подбросили вам странное совпадение. Ведь есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда. И, к счастью для вас, я сегодня не занят. Мы ведь идем в Йоттенхейм, да? С точки зрения тактики, это лучший и единственный выход. Лишь туда за вами не пойдет тот, кого нельзя убить. Что надо делать? Ура! Для начала отрубить мне голову. Чего? Ни одно оружие, даже молот Тора не освободит мое тело от этих оков. Но, к счастью, тело и не нужно. Надо лишь найти того, кто оживит мою голову с помощью древней магии. Магии. В лесу живет ведьма. Она это умеет. А захочет? А сможет? Попробуем. Не сможет. Ты будешь мертв. Он ведь пытает меня. Каждый день, брат. Один занимается этим лично, поверь мне. Его фантазия безгранична. И так каждый день. Это... Это не жизнь. Ну ладно. Я не могу на это смотреть. Брат. Сперва послушай, мало ли как оно. Мальчик. Чем позднее ты скажешь ему о том, кто он, тем хуже. Он возненавидит тебя и никогда не простит. Есть многое, о чем он не должен знать. Да? Значит, твои тайны для тебя важнее сына. Ну все, я рублю тебе голову. Я не против. Йотунхейм. Мы отправимся в Йотунхейм. Мы найдем затерянный мир великанов. Это... это... Не ко времени. Ну да, я это и хотел сказать. Сами в гостях. Продолжение следует... 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Неси его к столу. Эмили! Я уже очень давно не занималась древней магией. Подержи. Давай посмотрим. Ну, к счастью, голова не сильно сгнила, и мозг всё ещё цел. Хороший срез. Отрубить голову не кому-нибудь, а ему. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Теперь держи голову под водой и не отпускай. Ты понял? Довольно. Получилось! Покажи мне. Эмили Мир, слышишь? Да. Хорошо. Фрея давно не виделись. Хорошо выглядишь. Я сделала это только для них. Лично я считаю, что тебе лучше быть мёртвым. Я бы поклонился, если бы мог. Прости меня. Если бы я знал, что ведьма в лесу сама Фрея, никогда бы такого не предложил. Фрея? Ты что, богиня Фрея? О, и ты не знал. Прости. Когда пройдёт слух, что Мимир на свободе, Один будет в ярости. Ты богиня. Была первой среди ванов когда-то. Теперь уже нет. Ты не сочла нужным об этом сказать. Ты действительно хочешь прочесть мне лекцию по этому вопросу? Сын, мы уходим. Но... Живо. Не за что. Зачем ты так? Ей нельзя доверять. Потому что богиня? Я тебя ничему не научил. Она же помогла нам. Она лгала. Кто-то ценит свои тайны. Не суди их, брат. Когда мне нужно будет мнение головы, я спрошу. Хорошо. Отнеси меня в храм Тюра, к озеру Девяти. И я доставлю вас в Йотунхельм. Мы знаем этот храм. Что там? Последний великан Мидгарда, разумеется. Кто ещё укажет нам путь? Мировой змей? Ты что, можешь с ним говорить? О, да. Он говорит на древнем языке, древнее этих гор. Больше никто в Мидгарде этим языком не владеет. Конечно же, кроме меня. Правда? А то. И, кстати, Йорманганд – блестящий собеседник, хотя по виду этого, может, и не скажешь. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Мимир, почему Фрея плюнула тебе в лицо? Нет. Говори о Бальдре. Он утверждает, что неуязвим. Да, Бальдр неуязвим. Ему не причинит ни физического, ни магического вреда. Пустые слова. У всех есть слабые места. Боюсь, что нет. Бальдр неуязвим. Ему не причинит ни физического, ни магического вреда. Это ты сказал, Мимир. Разве? Откуда взялась его сила? Если я верно помню, это связано с магией? Мимир? Наверное, какие-то участки моего мозга еще не до конца ожили. Им нужно немного времени. Он хоть не сломался? Вот эта статуя. Кто ее поставил? Не знаю. Кто ее поставил? Кто ее поставил? Кто ее поставил? Продолжение следует...